Вчера мы завершили празднование Лагба-Омер, и я задумываюсь над этим, насколько это имеет сегодня актуальный смысл. Ведь по одной из трактовок, то, что мы начинаем веселиться в этот день, это потому, что это часть восстания Барковны, когда римляне захватили трупы наших солдат и не давали их похоронить. И вот Лагба-Омер, не связанно, наверное, с отчетом Омера, но в эту дату они выдали людей трупы на похорон, и поэтому мы рады. И это нам настолько напоминает сегодняшнюю ситуацию. Несколько дней назад нашли останки трех заложников, и это родители со слезами на глазах, но они говорили, что это их освобождает от бремени, потому что представлять себе, скажем, даже они знают, что их дети убиты, их родственники убиты. Но тела, по-прежнему, находятся в руках врагов. И вдруг нашли. Вы знаете, вот тут очень интересный момент, который я понял. А наша служба безопасности, при всей критике, которую я говорил раньше, она усовершенствовала методы расследования. Она ведет прямо на месте. Обычно до этого берут террористов, ну не всех, по первости подсчитывают, кто из них имеет какую-то информацию, и посылают их за стенки Шерут-Битахон-Клали, Шабак, чтобы там их допрашивать. А сейчас они делают по-другому. Они приходят, у них есть свои спецназы, шабаковские. И они сразу на месте берут террористов и сразу их потрошат. И получают сразу информацию, которую она сразу передает воюющим частям. То есть получается практически немедленное реагирование. Есть два момента, которые я изучил еще, находясь в застенках КГВ, что самый лучший объект для допросов – это только что арестованный преступник. Почему он еще весь экзотировал, весь возбуждение и все, он будет говорить. Потом он начинает запираться. А если особенно попадает в окружение своих предшественников, то он вообще научится вести себя. Поэтому очень желательно брать сразу тепленького и сразу допрашивать. И вот поэтому говорят, что эти три трупа, которые нашли два дня, по-моему, назад, трех заложников. Труп, это звучит как-то неприлично, но как сайт. Останки. Да, останки. Это результат именно такого допроса. На месте поняли, где они, сразу пошли и нашли. И понятно, что это все сопряжено еще с большим риском для жизни. Всегда тут возникает такой вопрос, имеет ли основу рисковать жизнью живых солдат для того, чтобы спасти трупы других. Это большая проблема. По сути дела, конечно, по еврейскому закону нельзя. Живые они прежде всего. Память, все это очень хорошо, но за это самое нельзя рисковать жизни. Но мы видим, что это становится политической проблемой. Все эти демонстрации, которые, конечно, спровоцированы врагами Израиля и в которых участвуют родственники этих хатуфимов. Их можно понять, то, что они демонстрируют, но что специально раздутое и спровоцировано, понятно, это используется нашими врагами. Это давление уже политическое. Родственники, родственники, понятно, приходят, плачут, все это как бы понятно. Здесь давление политическое, смена власти, развал коалиции. Поэтому приходится с учетом этого как бы большой счет. То есть, если коалиция разваливается, новые выборы, это серьезный удар по безопасности Израиля, потому что здесь есть такие провокаторы, которые требуют провести перевыборы сейчас. Что они не понимают, что эти перевыборы, они совершенно дезориентируют, дезорганизуют армию, вообще все общество. Поэтому лучше действительно жертвовать, не дай бог, солдатами. Кроме того, конечно, что освобождение, даже нахождение тех тел заложников, оно деморализует нашего врага. Да, они так и понимают, что мы к ним подбираемся. Вот мы уже это можем, мы это можем, потому что в этом смысле это очень ценно. И мне сказали знающие люди, что известно местонахождение этого синвара тоже, их синвар, где он находится. Проблема только в том, что он находится в изолированном мункере. До сих пор как бы доходит по этим подземным проходам, и там как бы наконец находят какие-то там их штабы и все под землей. А это он ухитрился сделать так, совершенно изолированно. К нему нельзя прийти через кого-то еще. К нему надо прийти через кого-то еще, и поэтому он как бы знает, уже если что-то есть, он знает, что это пришли по его душу. Если приходит там на расстоянии полукилометра, пока доходит, может быть он не успеет скрыться. Кто знает, что у него есть? У него есть индивидуальные средства энергии, то есть получает совершенно индивидуально для себя энергию, горючая для кондиционеров. И питание и прочее, прочее, то есть у него соответственно. Поэтому, и кроме того, там же, в этом же месте находится до 30 наших заложников. И не исключено, что это как раз все те заложники, которые остались в живых, потому что, по оценкам, это определенно столько человек из 130, которые остались в живых, все остальные убиты. Поэтому он окружил в себя цепью этих заложников, и поэтому те, кто хотят, пытаются его штурмовать, они понимают, что первыми убьют этих заложников. Вот это как бы очень серьезное решение, которое никому я не пожелаю. И не знаю, что наша команда, тот факт, что пока что не атакует это убежище. Синвар это говорит, что это очень непросто. И вообще, как мы знаем, при всех наших победных реляциях, успехи наши не столь велики, потому что порядка, как минимум, трех полков этих террористов, они разделены на военные соединения. Три полка, то есть это, скажем, ну, около пяти тысяч человек, может быть, даже десять тысяч человек. Они действуют. Причем их трудно победить, потому что они действуют не как организованная военная единица. Они действуют звеньями. Поэтому если ты породишь одно звено, а другое звено остается, это звенье по 23 человек. Единственный вопрос, конечно, как они получают указания и приказы, как и у них есть средства сообщений, потому что понятно, что наши хакеры и наше средство электронного снижения их всех выслеживают, но есть у них какие-то другие способы. Факт, что они действуют. И вторая проблема заключается в том, что вот эта граница с Египтом, она там, где находятся все основные, как бы, центры снабжения или снабжения Хамаса, подземные туннели, огромные подземные туннели, размером до грузовиков больших, куда могут заходить, значительная часть их не находится в руках Израиля. То есть постоянно, что бы мы ни делали, и захватываем вооружение, и убиваем их террористов, а у них есть постоянное поступление свежей крови через эти самые, через эти каналы. Причем, кто там находится с другой стороны, вот это, как это по-русски называется, это исламское государство. Это называется Айсис, называется Даеш. Синай захвачен этой исламской организацией. А египтяне туда опасаются свать нос. То есть это автономный вид. И там они имеют полную свободу, потому что у них побережье Синай, значит, они могут получать через море постоянные поставки, скажем, от Ирана. И потом все эти подземные туннели, они находятся не в открытом виде, они находятся в жилых зданиях или в общественных зданиях. Потому что, с другой стороны, находится этот египетский город Рафиах. Иди, знай, значит, видишь, едет грузовик, куда он въехал, что он оставил, где начинается проход. Все проходы эти, все начали туннеля, они находятся в зданиях. И остается выбор бомбить здание на территории Египта. Поэтому здесь есть большая проблема, с которой мы сталкиваемся, и поэтому наши люди гибнут. Когда мы говорим об опыте Лагва Омера, ну, мы знаем, как известно, Гемора объясняет, что эти 24 тысячи учеников, раби Акиева, они погибли из-за того, что они не уважали друг друга. Но поскольку мы снова говорим в контексте восстания Барковбы, все связано с восстанием Барковбы. Поэтому нас возвращают к ситуации, которая была до этого, во время Великого восстания, называется Великое восстание, Амерет Агадор, который был в 70-м году новой эры. А это произошло в восстании Барковбы в 135-м году, то есть через 60-65 лет. И поэтому мы можем с легкостью перевести понятие «не уважали друг друга» на известную болезнь, несчастье, по которой понесли поражение во время Великого восстания – Сенат Хинам. А Сенат Хинам, как правило, я говорю, обычно, думаю, Сенат Хинам, люди идут по улице и нападают друг на друга, или подставляют ножки, или бросают банановые корки, чтобы другие поскользнулись в мясо. Нет, основа Сенат Хинам – это несогласованность военных действий. Особенно это опасно и существенно, когда есть гирилла, партизанские отряды. Поскольку и восстание меры до года не имело единого командования, и оно не имело также и во время восстания Барковбы. Правда, Барковбы в этом смысле был большой авторитет, но по-прежнему это была война гириллы. И эти отряды были разбросаны в разных местах. Их как бы нет электронной техники, телефонов. Как можно согласовать их действия? Каждое детство порозень. Это дает возможность врагу бить. Вот во время Второй мировой войны, во время то, что называется Великой Отечественной войны, были партизанские отряды. Но мы знаем, что на самом деле партизанские отряды – это были агенты советской армии. То есть, даже если возникал какой-нибудь партизанский отряд самочинно, сразу же направлялась группа советских контрразведчиков, КГБ, специалистов по партизанской борьбе. И они навязывали свое командование. Принято сразу привозили рации. И все это, поэтому партизанская война на самом деле была как бы террористическая организация в тылу немцев. Хорошо, здорово это было, но там была большая согласованность. Потому что если какое-нибудь подразделение не подчинялось указанию Кремля или Сталина, они просто уничтожали. Другие партизанские отряды нападали и уничтожали. Так же, как уничтожали еврейские партизанские отряды. Как вы знаете, были еврейские партизанские отряды, которые были готовы встать под общее руководство Красной Армии. Понимая, что это выгодно. Это вооружение, это боеприпасы, это информация, подкрепление и все. Но очень часто сами эти советские подразделения уничтожали еврейские партизанские отряды. Можно понять почему. Никогда эти причины, откровенно, не говорят. Но это понятно, что были самая антисемитизм. Ненавидские евреи. То есть причины ненавидские евреи. Так вот, я думаю, что во времена Барковбы была та же самая проблема. Что значит не уважали друг друга? Когда один человек не уважает другого, значит, что он его не любит. Он не хочет с ним сотрудничать. Трудно представить себе, что у Раби Акима было 24 тысячи учеников. Это громадная какая-то ешива. А потом, сколько у него осталось, и мы знаем самые известные ученики. Это которые потом являются Танаим, которые у нас оставили эту мишну. Это Раби Йоси, Раби Шимон, Раби Шимон Бар-Юхай. Я когда смотрю на Раби Шимон Бар-Юхай, это нам напоминает другой исторический персонаж. Раби Йохана бен Закай, который вышел из осужденного в Иерусалиме. Как мы знаем, сдал себя на милость Тита, командующего войсками римлян. И попросил только одно, чтобы он дал возможность создать Ишеву в Явны. Это, конечно, был гениальный ход. Чтобы спасти будущее народа Израиля, он понял, что сейчас победить Римлян невозможно. А для того, чтобы заложить основы для дальнейшей победы, надо сохранить народ. Надо сохранить Тару, потому что без Тары народ не существует. Поэтому, я не знаю, наверное, Беспасиан не понял. Да ему было все равно. Он не думал о будущности народа Израиля. Он, наверное, думал, что как раз наоборот. Это как бы будут заниматься Тарой, будут учить Тару. Это это ключ от военных действий. В любом случае, он создал этот лагерь для интернирования. Собственно говоря, явно это был лагерь, куда интернировали всех людей, которых не надо было убивать, которые не поймали с оружием в руках, поэтому как бы их не убивали на месте. Интернировали его в Явны. И там мы создали Ишеву. И, как мы знаем, это дало основу Мишны и Талмуда, и потом всего, что у нас есть. В этом плане тоже интересно, насколько я так думал, параллельно. Это Раби Шимун Бар-Юхай. Раби Шимун Бар-Юхай был товарищем, учеником Раби Акива. Раби Акива был духовный вождь Бар-Колбы. А что сделал Раби Шимун Бар-Хай? Он спрятался от римлян. Там сидел в пещере, получал там кабалу. Очень важно. Создал еще один важный пласт сохранения народа Израиля. И представьте себе, в тот момент, когда остальные воюют против римлян, Раби Шимун Бар-Юхай прячется в пещере. Какое было к нему отношение? Как сейчас к Харейдим говорят, что они избегают, не хотят служить. И все. И справедливо, когда ты видишь, что люди тут воюют и гибнут для спасения Родины. А кто-то прячется в пещере. А потом, задним счетом, оказывается, как мы знаем, что это был очень существенный и важный факт. Потому что, что такое кабала, что это Нистор? Это душа Тары. Без этого ничего нельзя понять. Даже когда мы читаем и учим Медраж, по сути дела, Медраж, это, как говорится, тоже взято на основании Нистора. Другое понимание, более углубленное понимание души Тары. Так что вот вам альтернатива. А что, скажем мы сейчас, оценивая то, что было раньше? Значит, Барков был бы неправ. Он то, что он, зачем он выявил против Рима. Вот сидел бы в Явне, сидел бы там в пещере и учил бы Тару. Конечно, нет. Потому что так, тогда бы убили бы его в пещере. Если бы все евреи спрятались и занимались своими еврейскими делами, на самом деле римляне пришли искоренить еврейскую веру. Особенно видно на примере греков, насколько они поставили себе задачу вообще как бы запретить учить Тару и запретить всеми свод, брить мела, там, все, все, что угодно. Тоже самую линию продолжали римляне. Поэтому получается, что правильно, по-моему, получается правильно это делать две вещи. С одной стороны, воевать с оружием в руках, а с другой стороны, сохранять и растить духовный потенциал. Это как бы сложная формула спасения, но она работает, как мы видим. После поражения в этом великом восстании 70-го года, смотрите, какая ситуация, кажется, хватает солдат, высылает их, убивает, и все, все, народ Израиля пропал. И вдруг смотрим, ничего подобного. Как раз в это время возникают самые, как бы, величайшие плоды духовного труда. Мишна, Талмуд Иерушалми, Талмуд Бавли. Победили. Римлян нет. Римляне приняли нашу еврейскую веру. И видоизменили, и испоганили, и все, но они приняли. Смотри, действительно, как бы победители приняли веру побежденных. Невероятная победа. И особенно это видим сегодня, сейчас. Я вам рассказывал, что в Европе был съезд всех движений в защиту Израиля. Огромное количество людей. Из них, как бы, руководителем всего этого проекта был премьер-министр Голландии. Хирд Вильдерс такой, я не знаю, удалось ему, в конечном счете, сформировать коалицию или нет. Но в любом случае, как бы, вот, как бы, лидер, который получил большинство в Голландии, в Италии, премьер-министр Италии, и они, у них формулировка однозначная. Мы, говорит, несем в себе ценности еврейско-христианской цивилизации. А мусульмане хотят это разрушить и подавить. Поэтому мы должны спасать себя, спасать свои духовные ценности и спасать носителей этих духовных ценностей еврейский народ. То есть, получается, совершенно неожиданно, ведь эти, это так называемые правые партии. До недавнего времени эти правые партии были неонацистские, фашистские. И вдруг они поняли, что евреи это не их проблема. Евреям сейчас не угрожает, угрожает им нашествие мусульманской нашествия на Европу. И так мусульмане это и формулируют. Они говорят, что они проводят сейчас захваты Европы. И мы знаем, что это выражается в цифрах. Десятки миллионов арабов туда уже пришли. И таким образом произошло, смотрите, очень интересный феномен, который обычно ожидается в истории. Кажется, минуту такой трудности и несчастья, в которой переспытывает сейчас еврейский народ. Из-за всего этого того, что вся эта свара в международном этом суде, в организациях, накинулась на нас. В этот момент вдруг появляется то, что пророки предсказывали, что мы будем святы, чем для других народов, и они пойдут за нами. И если до этого они были растителями, что значит еврейско-христианская цивилизация? У них тот же самый хумаж. Говорите с любимым, о, Абрам, Ицкак, Рахеле, а все они это знают, многие из них даже знают лучше, чем нас. По-другому немного изменяют, но это их, нет и не наши. А с мусульманами у них нет ничего общего, они их боятся. Во-первых, они боятся, когда мы показали, очень удачно, как вы знаете, ожидая приговора этого суда в Гаге, вдруг мы стали показывать эти фильмы, которые сняли сами террористы, о насиловании девушек, которые были захвачены, о жестоком обращении с пленами. Так, это скалахнуло, настолько же сами арабы в этих европейских странах, которые уже прошли процесс европейской цивилизации, обкатки, они говорят, что они делают, это позор для ислама. Извините, дорогие, то, что вы учите в Европе, это уже не ислам, это еврейский ислам. То есть вы начинаете учить милосердие, снисхождение со слабым, это наше, да? А понимаете, насколько это интересно? Потому что я знаю, моя жена из Франции, она говорит, что там арабы, особенно из Алжира, которые приехали много раз, если же как бы волны этой эмиграции, они продолжаются много лет. Первые приехали бывшие граждане Алжира, потому что они уже с конца 19 века граждане Франции официально. Алжир, часть Франции, потом они объединились, но у них есть французское гражданство. Они уже акклиматизировались, они хотят быть французами. И они стыдят тех, которые сейчас появляются, они говорят, что это не мы, это не наше. Конечно, это их не. Это истинное лицо Хамаса, они просто ассимилировались под влиянием европейской цивилизации. И вот что получается, конечно, мы никакие не братья не христианам, у нас ничего общего нет. Хасвий, шалом, дружить с христианами, как бы на духовной линии, искать какие-то способы примирения и понимания. Нет, они должны приходить к нам, они должны, и они это делают, они прекрасно понимают, понимаете, для нас это Абудазара. А для них, как говорят многие мудрецы, это их христианство, там, и Бог в трех лицах, и там, Мессия, который вас сказал, это их проблема, это их дело. Но они признают, что источник этой еврейской веры, это таранта. По-моему, это, как бы, величайшее развитие событий, неожиданный поворот событий. И, как всегда, какие-то большие процессы проходят в моменты трагедии и фераменов. Так люди сидят спокойно, их ничего не колышет, вдруг что-то происходит, и начинают люди задумываться. В Америке я такого не знаю, там есть евангелисты, евангелисты, это другое направление, да. Есть, кстати, это опасная организация, которая называется Фонд Дружбы, Керен Тарбуд. Они себя пропагандируют, если вы бываете в аэропорту Бен-Гурьон, они везде показывают, как они привозят Алимов из Советского Союза, из России сейчас, да, и они помогают солдатам. Это вот как раз миссионерская фальшивка, то есть есть там несколько евреев, которые раньше учились в Ешивах, но они поняли, что выгоднее им быть друзьями этих емегелистов, потому что от них идет зарплата, от них деньги, огромные деньги емегелисты дают и все, они живут на этом, да. А цель их, безусловно, приблизить евреев к христианству, это опасно, это ни в коем случае. А если они так сами по себе, пусть они будут кричьи по себе, они признают, что мы носители светоча, а они у нас учатся, по-моему, нет проблем. Как называется организация? Это организация САЙПАК. Керен Единут. Да. Керен Единут. А по-русски? В начале САХНУТа стоял такой ренегат Аврамбург, который сын известного лидера религиозного сионизма, Йосифа Бурга, а сын его превратился в пропалестинца, он против сионизма, тогда он был главой САХНУТа. Это САХНУТа, да, действительно, хорошее слово САХНУТ, СОХНЕТ, да. А там они ему сказали, слушай, хочешь мы тебе сэкономим бюджеты САХНУТа, можешь использовать на другие цели, мы будем перевозить Алиму. И они ездили по России, по Украине, да, тогда еще были телефонные книги, телефонных книгах по фамилиям, смотрит кто-нибудь, там, Зильберштейн или какой-нибудь, там, я не знаю, Гурфмикер, звонят ему, там были русскоговорящие, говорят, ты знаешь, ты можешь приехать в Израиль, но я не знаю, мы тебе поможем, мы устроим тебе подъемные, и все. Потом привозят их, кораблями они возили сюда, и на кораблях они устраивают миссионерские акции, знаете, показывают всегда, что мы христиане, мы как бы ничего не имеем против евреев, мы вас любим, вот, и потом собирают их фамилии, когда они приезжают в Израиль, значит, у них уже есть связь, приглашают их сперва на концерт Баха, я не знаю, Бетховена в какую-то церковь, там, Морган, все красиво, очень хорошо, вот так, так заманивают, понятно, в этом смысле, конечно, я не дай Бог, чтобы я говорил, что мы должны с ними сближаться, да, но если они признают, что мы носители ценностей, о которых они хотят учиться, которые они воспринимают, по-моему, нет проблемы, я не знаю, это еще как бы новый процесс, новая вещь, как бы основного раввина не даете, знаете, что, к сожалению, в свое время я активно участвовал в борьбе против крестьянских денег, да, то есть, первым делом, как бы, подкупить людей, что они делают, предлагают деньги, ешивы построить, они предлагают деньги, видите, и очень трудно устоять перед таким искушением, казалось бы, тебе же не говорят, там, повесься крест или икону в ешиве, строя, мы тебе хотим помочь, и все так, даже, как бы, ну, лесу спечетки, и обратились к важным раввинам, тогда был рава Россия, рава Брам Шапира, можно ли брать деньги, ни в коем случае, да, есть такой рава Венер, в старом городе, у него есть большая ешива, приложили миллион долларов, да, он ни в коем случае, никаких денег от вас мы не хотим, никакой помощи от нас не хотим, вы хотите учиться у нас, вы хотите подражать нам, пожалуйста, а чтобы ваши деньги мы не продаемся, но, к сожалению, многие ешивы и многие направления разными, знаете, всегда можно сказать, это в таких случаях может быть, можно за все, стали брать деньги, потому что в тот момент есть такой очень известный раввин, я не хочу называть его имени, называя, он, по сути дела, Гдоля-Дор, да, но он слишком молодой, ему за 60 лет всего для этого, чтобы быть Гдоля-Дор, надо быть самым, и он разрешил брать деньги у христиан, я ему написал, я ему знаю немножко лично, но я ему написал, как же так, я говорю, вот, ну, он говорил, мне пишет, понимаешь, говорит, грош ешива, который получает деньги от христиан, он-то знает прекрасно, что это самое, нам не подходит, никакой связи нет, берет деньги, использует на святые вещи, я говорю, это верно, но я, простой советский человек, я говорю так, а, этот раввин берет у них, да, у христиан, я тоже могу взять, правильно, между никто не говорит, кто мне объяснит, чем разница между ним и мы, он берет, значит, и мне можно, то есть, в этом опасность постоянно продолжается, по-прежнему, есть раввины, ешивот, хрейди, которые берут эти деньги, но я говорю, в данном случае, когда они, там, когда они собирают эти конгрессы в Европе, они не косятся на нашу сторону, превратить, обратить нас в христианскую религию, они защищаются сами, для них это вопрос защиты, понять, кто они такие, носители каких ценностей они хотят быть, и что им угрожает, и кто является их угрозой, вот я говорю, это очень интересное развитие событий. Еще один хотел сказать очень интересный момент, есть такой, ну, очень много, как вы знаете, есть таких листков, журнальчиков на субботу выпускают, есть один такой, называется Олам Катан, понятие Олам Катан, малый мир, что это? Значит, это человек, да, как говорят, есть Олам Гадор, этот мир, есть Олам Катан, каждый человек, это Олам Катан, мир в себе, да, такое понятие известно, да, но с точки зрения еврейской веры это гораздо больше, потому что мы являемся, мы имеем в виду не каждый человек, а представителям Израиля, является носителем души, божественной души, и так же, как великий мир носит божественную душу в большом размере, так каждый человек несет себе эту историю Божию, ну, не важно, это название Олам Катан, и вот я на этой неделе смотрю такую заметку, пишет редактор этого журнала, он говорит, я сейчас в армии, служу в армии, пишу, как бы ночью, когда нету, как обстрела или когда нету военных действий, и я обращаюсь ко всем вам, и я пользуюсь вот этой передачей, чтобы обратиться ко всем нашим слушателям, а вы знаете, что наша передача иногда доходит до размеров тысяч человек, смотрим, он просит продолжать посылать письма солдатам и детские рисунки, он говорит, прошло много времени, да, сейчас скоро будет год, вначале посылали массу писем, дети рисовали рисунки и все, он говорит, вы не понимаете, насколько это было ценно и нас поддерживало, а сейчас, он говорит, это прекратилось, ну, привыкли все, продолжайте посылать, продолжайте посылать, если, я думаю, есть организации, которым этим занимаются, значит, надо выяснить, какая конкретно организация, можно передать все эти письма и рисунки так, чтобы они посылали в армию, и второе, он говорит, еда, он говорит, солдаты сейчас едят, как всегда, да, туну, то, что вы не дите вешиву, да, вешили, да, туну, и еще что-то, да, раньше, говорит, приезжали, духаны устанавливали, там шашлык варили, и все, барбекю, все это как бы есть, но совсем не в том размере, поэтому я пользуюсь этим случаем, чтобы сказать, что это по-прежнему очень важно, нужно, есть разные организации, которые занимаются такой благотворительной помощью, хотя моя дочь, которая сейчас по штиху тебе от Сахмута, сейчас кончает, она говорит, что раньше можно было помогать специфическим, скажем, если там, ты знаешь, что есть какой-то человек, служит в какой-то части, не хватает что-то, можно собрать деньги и поставить этой части, чтобы они получили, сейчас все централизовано, и она вам говорит, папа, все теперь пропадает, вы знаете, централизация, это обезличивание, собирая деньги, передают в какой-то большой организации, и ты не знаешь, куда это пошло, ты не можешь проследить, я не говорю, что воруют, просто как бы это, в этом смысле это неоднозначно, поэтому если есть какие-то возможности посылать более индивидуально эти посылки, эти письма, или как бы устраивать какие-то интеллективы, устраивать столы, угощать солдат, это великое дело, я помню, когда я сидел в лагере, мы сидели в лагере, нам посылали письма, и вначале представьте себе этот эффект, значит, КГБ еще не раскусило это дело, обычно заключенные получают сколько, а это письмецо, сколько человек можно писать, для того, чтобы писать письма постоянно, надо иметь писательский дар, и сами зэки, ну что им писать, о чем можно писать, о чем ты хочешь писать нельзя, я сразу вычеркиваю, мне показывали письма, я посылал, сохранили письма, которые я посылал, черным-черном, все вычеркнуто, да, только, вот, а до этого они как-то не врубились, и посылали, присылали нам, и они передавали нам письма детей, вот точно так, как сейчас солдаты, рисунки всякие, детские на детской страничке, на школьной странице написано несколько строчек, и мы читали хоры, мы учили по этим страничкам иврит, да, иногда исправляли ошибки, потому что, как известно, когда учат иврит, и в школах, и здесь, в ульпанах, не обращают внимания на написание букв, да, вот мы говорим с Минахом, на слух нельзя научиться, если надо смотреть точно, какая, потому что тет и тав, они звучат одинаково, кав и ков звучат одинаково, но и совсем другие, и все остальное, это все другие слова, и поэтому надо знать, как точно записываться, через какие буквы это записываете, я, поскольку я это стал учить, я читал, значит, читаю письма детей, этих школьников, да, исправляю им ошибки, вот это, как бы, чувство торжества, сидишь в лагере, исправляешь ошибки израильских детей, это, как бы, была большая поддержка, потом они врубились и перестали передавать эти письма, поэтому, когда я, иногда, бывая в Штатах, по мне подходит и говорит, ты знаешь, вот мы писали тебе письма, там уже целостные люди, но когда были писать, что ты получаешь, ты получал эти письма, ну что я им скажу, я говорю, да, получал, спасибо, да, иногда ведь, на самом деле, даже если ты не получаешь, но ты знаешь, что тебе пишут, это, как мы говорим о каванаме царехтотле массы, то есть, это хорошее намерение, они присоединяются к действию, вот, но, в моем случае, это, как бы, те, кто могут писать, те, кто могут посылать эти посылки, и все, это, это по-прежнему приветствуется, вот, теперь, что я вам хотел еще сказать, да, есть, значит, у нас есть хазарабый чувак, как вы знаете, это второй фактор неожиданных военных действий, люди переосмысывают свои ценности и находят веру, приходят к вере, я уже не говорю о тех, которые там сидели в кустах и прятались на этом фестивале НОВА, да, это просто сплошно рядом рассказы о том, что он говорит, я чувствую, что все уже, они, самые эти хамасники, ну, там были какие-то заросли, в которых можно было скрыться, и поэтому, когда началось массовое побоище, часть людей убежала и там спряталась, я говорю, чувствую, что эти хамасники приходят, я думаю, единственное спасение, шма-Исраэль, да, и говорит, вот чудо, сама не прошли мимо, не обращали на меня внимания, вот, ну, надо проследить, конечно, это все очень хорошо, в какой степени, как бы это у них продолжилось, были ли они, то есть, понятно, что это первая стадия, вот, а потом надо идти дальше, есть другой, в другом случае, хазарабый чувак, есть такой генерал Гершин Коэн, ну, не знаете, но ведь было в, каком это было, в 2006 году было и знание евреев из поселения в Газии, да, вот сейчас сказано, что решили провести асфальтовую дорогу в районе Ницарим, израильская армия построила первую, как бы, в этой ситуации построила асфальтовую дорогу, но это, как бы, это Ницарим, которая проходит от израильской границы до моря, а Ницарим, это очень много говорит, Ницарим, это было крупнейшее поселение там, из этих поселенцев, и эта ось, которая, эту асфальтовую дорогу, которую построили, она просто разделяет северный Газу от южной Газы, и не дает возможность тем, которых мы прогнали из Газы, возвращаться обратно этим всем хамасникам и террористам, если у них нет тоннелей, по которым могут побираться, они под виду мирных жителей, с белыми флагами, хотят вернуться обратно, это дает возможность, как бы, достойно границам, вот тогда было это, Ницарим, было там около 10 тысяч человек, их изгоняли, кто командовал изгнанием этих людей, хороших людей, хороших патриотов, вы знаете, мы ели здесь, в Израиле, помидоры, которые там выращивались в самые холодные времена года, там самые лучшие, вот там было чудо, да, на самом деле, казалось бы, это песок там, потому что, про сути, про фичи, это же как негер, там ничего нету, и вот они ухитрились в парниках салаты, да, всего чего, да, и сейчас это такая фирма Хасалат, да, но это уже не то, они вот создали эту фирму, и они зарабатывали неплохо, цветы, которые там выращивали, посылали на самолетах в Европу, и все это разрушили. Кто командовал душением? Генерал Гершенко. Вот это генерал, который сейчас, да, и когда мне кто-то сказал, значит, что вот, значит, он теперь говорит, вот он объясняет, насколько наше командование действует неправильно, и вся эта критика вроде бы как бы поделывая, и я говорю, да кого ты слушаешь, это же изменник, это предатель, он сперва людей изгонял, и вы знаете, когда изгоняли этих людей, они потом заболевали раком, а депрессией люди заболевают раком, да, они кончали жизнь самоубийством, и это он во всем это виноват. Теперь я слушаю его комментарии, да кому они нужны? Он говорит, ты знаешь, он выросло свое сожаление и признал свою ошибку, что это было неправильно, да. Ну, я не знаю, конечно, это был чувак в этом смысле, у него есть проблема другая, он коин, да, он коин, и он принадлежит к очень известной семье. Его брат, это Роши Шибат Катниель, то есть в известных поселениях там это самое, у него вся семья там, это Рабаним и все, а он тоже учился во всех этих, как вы знаете, вот Махон Мир, наверное, нет, но во всех этих Ишибат Катниель, он был кипа с ругар, снял свою кипу, и как Хуэн ему запрещено, мы только что учили, жениться на разведенных, женился на разведенной женщине, то есть отказался быть коином. То есть вдважды, не только снял кипу, но еще и еще нарушил свой статус коина. Какой степень, да. А если коин делает шу, он должен развестись? Да, он обязательно должен развестись. Знаете, у меня был такой очень интересный случай, мне кто-то позвонил, у моей жены есть родственники в Лос-Анджелесе, Просит обратиться к Рамбордахай Алияу Захар Цедыки Мелеврахау Он был еще живым Что делать? Есть один крупный супермаркет И там хозяин Еврей Но он живет с Гоей И вдруг Он сделал Чуву Этот хозяин Он стал верующим человеком И эта Гоя Хочет тоже сделать Гиур Настоящий, она готова против всех Гиур Но проблема, что хозяин Коин Если принять Гиур Этой женщины То мы его подставим Представляете, какая сложная ситуация К сожалению, в этот день Когда я хотел обратиться к Рамбордахай Алияу Он попал в больницу Я уже не знаю, как решать Сложный вопрос А он бы На то, чтобы он развести с ней Он бы не пошел, потому что она решила Пройти Гиур для того, чтобы остаться вместе с ним Понятно? Так что это все неоднозначно Если вы знаете фамилия Азулай Есть такая сипарская фамилия Азулай Это на самом деле аберрибентура Иша Зуна Вэханалалло икаху Это по первым Это называется окранием По первым буквам Этого запрета Который мы читали сейчас Ваикра Иша Зуна Зуна, так в смысле Знаете, она не обязательно Это проститутка Просто которая ведет себя неправильным образом Ненравственной и прочее Азулай Это вот как раз Та, которая, скажем Родилась от родителя Куэна Который сожительствовал В запрете с какой-то самой Вдовой или прочее Это Азулай Семейство Азулай Ведь сейчас, конечно, трудно очень разделить И определить, кто в какие-то предыдущие поколения Что-то совершил подобное Что было запрещено Но неважно Вот, скажем Пожалуйста, пример Тоже своего рода Переосмысливания совершенных проступков А в какой степени я говорю У нас есть проблема Мы говорим о том, что Есть армия И как бы наши солдаты едины Просто потрясающе На самом деле Это был крупный просчет Синвара Он читал по газетам Это известно Смотрел передачи телевизионные И он понял Сейчас время нападать И то же самое мнение Придерживался Насрала И, наверное, тоже самое Раисе, который разбился там Все, они следят за нами Они читают наши газеты Они слушают наши передачи Они сказали Сейчас Израиль Настолько он распался Постоянной демонстрации Как бы полиция не подчиняется Правительству армии не подчиняется Отказывают службы в армии Сейчас время напасть Поэтому они напали сейчас Благодаря всему, что произошло И вдруг оказалось, что это не сработало В тот самый момент, когда они напали Вдруг вся армия оказалась сетиной Это неожиданное чудо Это мамаш Мы ищем чудеса Какие-то Как бы фокус-фокус Нет, вот это Нес Были настолько разобщены Один ненавидел другого И, как сказал, есть такое движение У них называется Ахим-Ленешек Это отставные всякие большие полковники Генералы Левые Которые говорят Что Вот они построили государство Они защищали народа Израиля А вот пришли всякие там Сфарадим Всякие там правые поселенцы Которые Требуют власти Да им власть не приходит Мы создали это государство Мы построили это государство И вот сказал один из таких генералов Я слышал Он говорит Я ошибался Я попал Он пришел добровольно Поскольку по возрасту Он не должен Пришел добровольно Говорит Я увидел, что ребята Религиозные Он сказал Харейдим Ну, скажем Потому что, как бы, неважно Кипа-Сруга Может быть, Харейдим Может быть, черные кипаи Как раз наоборот Он говорит Они тоже Ахим-Ленешек Они мои братья по оружию И это известно Что какой-то огромный процент Солдат и офицеров Которые гибнут сейчас Это Где-то около 30% Это люди Верующие И исполняющие законы Причем Как бы По числу населения Верующих человек Скажем Примерно соблюдающих Есть Ну, скажем От силы Где-то 20% Это 30% В армии То есть И это влияет Безусловно Это служит примером Люди начинают задумываться Потому что Самое Всегда, как говорят Думают Ну, Хорейди Датия Он всегда хочет скрыться Он не хочет На него этой армии Чтобы мы, мол Неверующие За него воевали Сейчас это все Происходит Глубокий процесс Но если Как вы знаете Самая большая проблема Это наши Так называют Элиты Вот эти самые Вот этот генерал Который переосознал И переоценил Он сказал Что они тоже Мои братья Но большинство из них По-прежнему Являются Контрей Все, что сейчас Происходит Против Как мы знаем Вот эти все Демонстрации Как будто бы Надо прекратить войну Сдаться Хамасу Лишь бы только Освободили Заложников Это все делают Враги Израиля Причем Вот тут я хотел Процитировать этого генерала Гершена Коэна Спросили Он генерал Полный военный Генерал Этот самый Гершен Коэн У него спросили Там что-то О генерале Бениамине Ганс Вы знаете Бывший В начале Генерального штаба И бывший Министр Безопасности Сейчас он В кабинете сидит Что он думает О поведении Ганса Вы знаете Что этот Ганс Член кабинета Он самовольно Два Два месяца Месяца назад Улетел В Штаты И там Встречался с американской Администрацией Не получил Разрешение от правительства Он как бы Член правительства Он подчиняется Главе правительства Он должен ему сообщить О целях своей поездки Получить разрешение На свою поездку Что будет Если все Он уехал Никого не спросил Уехал Спросил Он говорит Всем известно Что Бени Ганс Это агент Американской разведки Вот это да Я бы не посмелся Такого сказать Но на самом деле Это известно Что в тот момент Когда бы Израильская армия Вырастает Какой-то Умелый Военоначальник Его сразу Приглашают В США Учиться По специальной Стипендии Кажется Вепнер называется Стипендия И там Они проходят Обкатку И прочистку Москов То есть Если видит Какой-то способный Человек Что он будет Точно расти И он придет Командные должности Сразу его вызывают В Америку Там его Обкатывают Как бы Живет на всем готовом Представьте себе Какая приманка Попасть в Америку Попасть в какой-то Самый университет Получить какую-то Степень Проходить какие-то Курсы Все Приезжают Возвращаются уже Агентами Ну не обязательно Агентами Как секретные агенты Я не знаю Это самое 007 Или как это было Нет Просто исполнители Агенты влияния Агенты влияния Это самое страшное То есть Они проводят Уже сейчас Интересы Соединенных Штатов Америки И мне сказал Какой-то Один мой знакомый Здесь Он доктор наук Американец Он говорит Я случайно был Несколько недель назад В районе Американского Там Американское посольство В Тель-Авиве Сохранилось Правда Как бы Официально Это здесь В Юрсалиме Но там по-прежнему Находят все эти Административные учреждения И в этот раз Горился Каким-то Человеком Американец Который там был Рядом В этом районе Он мне сказал Что он Прибыл В Израиль Накануне 7 октября И он сказал Мы приехали сюда Целой группой Но мы Как бы Не оценили Размер событий То есть Он понял Я как бы Все на пальцах Он говорит Мой знакомый Говорит Я понял Что Этот человек Был послан ЦРУ Вместе с Какой-то группой Других Следить за Развитием событий Которое произойдет 7 октября Потому что Однозначно Известно Что Американцы Знали заранее Что произойдет Нападение Они просто Очевидно Оценили Размеры Размаха Этого Возможно Хамас Говорил Что будет Какое-то Нападение Какое-то Частное Сам Они сказали Что у них Будет участвовать 4 тысячи Боевиков Обученных В Пакистане В России Это было Настоящее Военное Нападение В любом случае Они постоянно Находятся Здесь Среди нас И здесь В нашем районе Тоже находятся Постоянно Агенты Американские Разведки Которые Собирают Разговоры Подслушивают Обращают Внимание Сообщать Необязательно Агенты Влияния Которые Проверяют Настроение Израильского Населения О чем Люди Говорят О чем Они Думают И Все это Перерабатывается И они Более Никакими Маниями И фобиями Но просто Надо понимать Что мы Под колпаком Мы При всем Что мы Действительно Независимое Государство Но есть Великая Держава Которая Постоянно Всегда Опускает Руки И старается Регулировать И действовать Чего хотят Это проблема На самом деле Я смотрю Наша Недельная Глава Говорит Да хукатайте Леху И как вы знаете После этого Хукатайте Леху Что говорится Тогда у вас Будет все Благо Будет спокойствие И будет мир Придет враг Один Там пять человек Будут преследовать Сотню Десять человек Будут преследовать Тысячу Если будете Следовать По моим законам А если Не будете Следовать По моим законам Ничего не будет Вот это Как бы Это испытание Мы так рады Что у нас Есть государство И мы знаем Что здесь В общем-то Много Как бы Еши И все это Превосходно Весь вопрос Достаточно Потому что Я сопоставляю Вы знаете Говорят так Что Беху Котай Раздел Беху Котай Предсказывает Изгнание Которое было Во времена Новохаднецера Правильно Седьмой век До новой эры А потом Есть еще Один раздел Даже в книге Дворим Ницавим И там Подробнее Более расписан Весь процесс Изгнание Израиля Это было Вот То что мы говорили В Великое восстание Семьдесятого года Которое кончилось Поражением Которое Кончилось Россиянием И там Все это Описывается Все процессы Когда дойдем До этого Я просто Это расписал Можно Вчитываться В Псуки Мы видим Все это Стадии Рассеяния Ассимиляции Забвения И вдруг Там В конце Сказано Что вдруг Вы вспомните Про Ашеба И вернете Сказано Адашеб До Ашеба Вернетесь Адашеб А потом Сказано И он соберет Вас В стране Израиля Он соберет Вас В стране Израиля И это Точно Напоминает Мне во всем Случше То что Произошло С нами В Советском Союзе Все ассимилированные И далекие И вдруг Как бы Знаете Как человек Который просыпается От тяжелого сна Говорит Что я здесь Делаю Кто я такой Я же не такой Как они И начинается Регенерация Воспоминания Поэтому возникли Все эти подпольные Движения Религиозного движения Как практически Не было Но были там Группы Хабада И все Но в основное Движение Как бы Пробуждение Национального Было чисто Нерелигиозное Достаточно Для того Чтобы Люди Задумывались И поняли Что это Не их место Не Европа Не Америка Это не их место Это уже достаточно Для того Чтобы Ашем Начал их собирать И перевозить сюда В Эртислаэль Но дальше Сказано Следующая стадия Это Начало выполнения Запобедей Ашема То есть Недостаточно Просто осознать И сказать Мы сионисты Мы националисты Мы любовь страны Это здорово Это очень важная Первая стадия Вторая стадия Должна быть Действительно Возвращаться К Ашему Первая стадия Ад Ашем Вернется Секад Ашем Ад Ашем До Ашем Приехать в страну Израиля Это приехать Его обители Вернуться К нему Но по-настоящему Приобщиться К нему Это недостаточно Поэтому Это как бы Все эти элиты И все Народ един Народ един Да Армия едина Но она к сожалению Едина Только по одному Самозащита Спасение Родины Это здорово Это превосходно Это чудо Но если в какой-то момент Не будет Пересмыслена Цель нашего Нахождения в стране Наши задачи А сейчас это так явно Они смотрят на нас Мы их светоч Мы носители Культуры и цивилизации Мы должны поднять Этот флаг Когда они увидят Что сыновья Авраам, Ицхак и Яков Действительно вернулись На страну Израиля Тогда произойдет Освобождение Тогда придет Свобода народа Израиля И принесет Свобода всего мира Вот такие Примерно перспективы Светлые У нас Продолжается И сказано В книге В Эхукатэ Сказано И при всех Ваших проступках Ло гаал Бахэм нафши Ни тем не менее Гаал Гоэль Нефеш Это отвращение При всем При том Что вы будете делать Будете служить другим богам Будете осемильней Все Я вас люблю Да Это звучит Какое самое Всепрощение Но почему Как это объясняется Почему Потому что Мы часть Всевышнего Это как Человек не может При всем придумать Что человек Может критиковать себя Быть негативным Все Но он Как бы Он Не может отказаться С самого себя Он сам Он и есть Мы часть Ашема Поэтому Ни в коем случае Никогда И говорят Ну все Тогда он нас оставит Мы не выполняем Все у нас оставят Так христиане говорили Что все Ашем Почему было Усиление христианской религии После разрушения Второго храма Говорят они Вот видите Все Этой еврейской религии Не принято Она Ваш храм Разрушен Вы все Вот мы пришли И мы создали Последователь Улучшенную форму Еврейской веры Это христианство Но сейчас понятно Что это никакая Не улучшенная Только искроченная форма Но мы должны быть Носителем этого Светлого образа Чтобы люди И другие народы Могли бы у нас учиться Спасибо за внимание Отдыхайте Субтитры сделал DimaTorzok